привет привет мои хорошие я не помню говорила или нет что от администрации нам приходит молоко каждую неделю нет подожди в две недели раз получается две недели раз вот мы приехали когда нам стало вот такое вот количество молока и вот сегодня тоже принесли на одного ребенка дают 8 упаковок молока вот это нет это это не козье молоко это коровье молоко да я нормально не прошла думаю такой за молоко а и маминя там по-моему написано молочный козленок есть насколько я знаю турецкий кто знает лучше переведите пожалуйста все-таки что означает пакетики тоже вот бьют измельбеледеси и если измельбеледеси каждый пришел за своим пакетом естественно мы это молоко не пьем 1 упаковка молока наверно нам всем хватает на неделю остальное я отдаю свекрови она то йогурт делает что там делает мама 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 привет привет мои хорошие приехали подгузники которые я заказывала вас он даже не подгузники а трусики это четверка трусики для сынули я люблю здесь гуны именно они очень хорошие пока сухая не текут прям суперские просто тоже трусики четверка это у нас что это по моему дочи трусики и это у нас подгузники 4 . да ну это нам надолго не хватит у моих детей очень много подгузников уходит часто приходится менять ну я сама поспит часто меня сейчас будем пить мы с зули будем пить чай с тмином заварили себе тмит дочь подмывала водичка дети там с папой играют не томатом заварили себе интернет там просто дождь там потула дождь там а вот это помнишь я музыку и... я слышал вот это как его сколько это было стенти за лез и гури сан там соли давайте саба ой сан там соли страницаем и давным там соли за лезем и выли сам Зехрашка хочет играть в мячик. Папа игрался недавно. Ладушки, ладушки, осла! Сделай, тетя, ладушки! Зехрашка, а ты? 1 ладушки. Наверное. Говорю. Тих Зехрашка, солнышко, ты что так далеко легла? Иди сюда, давай, иди сюда. А ты что спрятался? На, мандаринчик. На, солнышко. Иди, иди, тетя, поиграй. Всем привет, мои хорошие. Сегодня у нас вторник, день базарный. Я на базар сегодня не ходила, сегодня муж сделал покупки. И еще у нас посетит свой супермаркет, Афджи называется, Афджики, да? Там годовщина, и целый день музыка гремит, они заглякают в скидки и так далее. Сегодня я проходила бабуля, за ловки приходила. Естественно, к детям, точно не ко мне. Вчера позвонили мне по поводу гражданства. Завтра идем мы на рандеву, завтра у нас рандеву, встречи, собеседования, будут задавать нам вопросы и так далее. Надеюсь, потом долго не придется ждать гражданства. Дети играют там. Очередной раз помыла волосы, и вот естественным способом они у меня сушатся. Здесь вот сзади еще влажные. Впереди быстро сохнут, конечно же. Я вот такими заколочками закалываю, чтобы разные стороны мои не торчали во время сушки. Пошла, пошла. Ушла. Мне так нравится, что они, знаете, со временем все больше и больше между собой играют, болтают между собой. Особенно то, что это делает Зихра, что у нее есть интерес к играм с братом. Она его когда видит, она так радуется. Но у меня прям в сердце елкает, когда я это все наблюдаю. Ладно, закроюсь. Всем хорошего настроения. Всем привет, мои хорошие. Сегодня у нас какое-то число месяца октября. Утро. Мы с мужем едем брать ковер. Хотим постелить ковер в зал. Кто меня давно смотрит, наверное, знает, что я против ковров. Но так как появились дети и зима на носу, полы холодные. У нас соседи снизу редко отапливают квартиру зимой, так как отопление в Турции дороговатое. Вот, газ, точнее, дороговатый. Редко отапливают. И у нас полы бывают холодные. Ну, я-то, в принципе, привыкшая, но дети, дети ползают, дети ходят, дети играют на полу. И не хотелось бы, чтобы они заболели. И поэтому решили все-таки взять ковры на пол. В зал и, может быть, в коридор, не знаю. Ну, в зал точно. И еще они постоянно что-то бьют, что-то кидают. А пол машинками шумят, ну, игрушками всеми шумят. И сосед снизу уже не раз приходил жаловаться. Не хочется соседями тоже ругаться из-за этого шума. Хотя, в принципе, мои дети шумят только днем до 11. После 11 они спят. Но ругаться все равно не хочется. Зачем лишний раз свежие нервы портятся? И поэтому решили убить сразу двух зайцев. И тепло, и спокойно. Были уже в одном магазине. А вы знаете, что самое интересное? В Измире практически не найти ковры больших размеров. Мы хотели один большой. На зал 3 с чем-то на 7 метров. Хотели 3 на 6 метров, чтобы был. Потому что ребенок, он где хочешь садиться, он не смотрит, есть ковер или нет. Но найти такой ковер мы не смогли. Буш, по крайней мере, ездил без меня. Он сказал, стандарт 2 на 3. И вот на самом деле сейчас мы были в магазине. Тоже сказала, больших ковров не бывает у нас. Это то ли на заказ, то ли еще что-то. Но вот так вот, чтобы пойти и сразу купить большой ковер. У нас в Нагистане вообще с этим проблем нет. У нас большие ковры покупаются. У нас любят большие ковры. Здесь же, наоборот, маленькие. Это объяснил продавец тем, что у нас, говорит, комнаты не такие большие. Поэтому не пользуются, говорит, спросом отломные ковры. Возможно, я не знаю. Я в этом не знаток. Сейчас едем в район Казнибир. Там тоже посмотрим коврик. Купили мы ковры в зал. Не взяла тот, который... Мне изначально в первом магазине понравился один ковер. Не взяли тот, взяли другую, который вот сейчас понравился. Марка Pierre Cardin. Естественно, увидите в моих влогах два ковра. Мы думали, два или три взять. Нам в зал, чтобы закрыть полностью весь пол, нужно, в принципе, три. Но три как-то слишком, мне кажется, будут смотреться. И решили все-таки взять два. Два больших взять, решили. Я смотрю, как эти два ковра, два на три размером, засовывают в нашу маленькую-маленькую машину. Кстати, машину мой муж до сих пор выбирает. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы побыстрее человек купил машину. Девочки, подскажите, пожалуйста, что, как еще, как, как убедить человека, что надо поменять свою старую тарантайку на новую машину. Всем привет, мои хорошие. Сегодня у нас очень такая хорошая погодка. Осенняя, солнечная, такая прекрасная погода. Мы с мужем ходили, выбирали ковры. Я уже снимала, наверное, видео. Да, снимала видео. Сейчас хотела показать, что мы купили. Сейчас покажу. Ту-ду-ду. Так, мы купили два ковра, размером 2 на 3 метра. Как я и говорила, большего размера здесь не продают. Это все под заказ. Ковры марки Пьер Корден, по-моему. По-моему, подождите. Да. Такс. Мы взяли с хорошей скидкой по 2000 лир. Один ковер. Один постелили мы вот так. Видите, да? В длину постелили один. А другой в ширину постелили. Вот. Расцветка мне просто очень нравится. Она идеально вписалась к нашей мебели. Я вот, в принципе, и выбирала под мебель. Под картины подходит. В принципе, под все подходит. Детки спят. Сразу вот вопрос, который будет. Это у нас стиранные покрывала на диванах. Честно, так не хочу их стелить. Но что делать, пока маленькие дети приходится стелить. Но я очень люблю, когда диваны бывают вот так вот голые, без покрывал. Сулечка ушла в магазин. Что-нибудь сладкое купить? Мы хотим попить чаю. Вот. А, еще купили дорожку на кухню тоже. Сейчас покажу. Это дорожная сумка моего мужа. Здесь вот все самые необходимые вещи, которые он возит с собой, когда едет в город, где у него стройка. Тот ковер, который был в зале, мы перенесли вот сюда. Он сюда, в принципе, подходит. Единственное, смотрите, каких-то здесь 15 сантиметров. Вот так вот осталось. Но ничего страшного. И вот такой взяли на кухню. Дорожка обычная. Она такая коричневого кофе с молоком цвета. И вот эти вот вкрапления голубого. О, Сулечка пришла. Сулечка, ты? Ага. А что купила вкусненькое к тебе? Ну, что такое узюм? Узюм? Узюм купила. О, красавица. Так, вот такая вот длиннющая, длиннющая. Посмотри, там Таня в ванной убиралась. Да, убирала она или нет? У меня сегодня этот день, когда помощница приходит делать уборку. Неделю три раза. Приходит, помогает. Потому что я не успеваю все равно с двумя детьми. Это просто нереально с двумя детьми. Еще следить за домом. Раньше я могла, они были маленькие. Но сейчас они растут, везде везде лазят. За ними нужен глаз. Убирают? А, хорошо. Вот. Вот так мы утеплили, короче, свою квартиру. Вот так вот.